Всем привет! Продолжаем с вами нашего любимого лысого друга смотреть, то есть Аватар. Как вы знаете, в Телеграм-канале я всё не мог оторваться от работы, Аня меня тут тормошила и заставляла, говорит, пошли смотреть. Я говорю, ну как же моя работа? Но в итоге мы всё-таки здесь. А если ты вот не увидел эту новость, значит ты не подписан на Телеграм-канал. А это значит, что надо быстренько пойти и подписаться, и смотреть за всеми новостями и актуальной информацией. Там же ты увидишь расписание на все проекты, которые мы смотрим в течение недели, да? Да. Очень удобно. А где звук? А звук где? А, вот, звук пошёл. А можно на 45? Да, можно на 45 вот так. Всё. А у нас небольшая новость есть. Какая? Ну небольшая совсем. Почему я не знаю? У нас одну серию, одну серию с Аватаром пропустили по авторскому праву. Мы такие ругались, общались и нам сказали, ладно, ладно. Но нам пропустили вторую серию, а не первую. Первую мы всё ещё ждём. Да, чё-то. Первую мы подали апелляцию гораздо раньше и начали общаться. А вторую позже. Но почему-то вторую одобрили, а первую нет. Есть некоторые догадки, мы пока тебе не скажем. Но как только одобрит первую, Аватар сразу же появится на Ютубе. Быстрее жду, жду сердечко моё, жду. Блин, моя, я опять забыл посмотреть, как эта кнопка делает, ладно. Книга первая, вода. Глава третья, Южный храм воздуха. А просто серия, как называлась? В Ютубе? Огонь. Какой огонь тут весь первый сезон про воду. Подожди, ты скоро всё увидишь. Храм воздуха – одно из самых красивых мест на Земле. Я знаю, ты волнуешься, но ты не был здесь уже сто лет. Поэтому я и волнуюсь. За столько лет многое могло измениться. Я знаю, но я хочу всё сам увидеть. Блин, классно вот так вот прыгаешь. И не выразился ты, да. Нас ждёт храм воздуха. Спать сейчас. Храм потом. Это я. Это ты. Конечно, это утро. Утром. Сокон, вставай! К тебе в мешок заползла змея! Убейте! Убейте её! Это ты, когда ты думала, что у тебя таракан волосы. Пошли! Блин, это на самом деле крутая тема спать. Я думала, что таракан волосы. Вот такая тема. Вот такая тема. Рекламирую таракана волосей. В волосе. В волосе. В одном. В одном волосе. Если у тебя нет таракана, то обязательно приобретай. Вот здесь ссылочка в описании. Озон. Всё. Дальше давай. Подожди, подожди. Вообще-то у меня было предложение. Прикольная тема спать в спальном мешке. Не знаю. Я вот спал пару раз. Мне так понравилось. Это так классно. Ты почему-то не одобряешься, не оцениваешь этот муф? Это жёстко. Да почему жёстко? Ну, жёстко спать на земле. Так ты можешь вот этот коврик для спорта постелить. Чтобы вы понимали, когда, например, я с родителями езжу на природу, мы в палатку берём надувной матрас, который... Какой надувной? Они берут настоящий одея под этот матрас, вот этот с кровати, скотч? Да нет. Все одеяла и все подушки. Дома, в общем, ничего не остается. Дома такой синий, на котором ещё можно плавать. Вот такой матрас мы кладём, и как постельками, очень мягко. Он мне говорит, вы какие-то, типа, лакшери ездите там на природу, а я, говорит, в спальном мешке сплю. Конечно. Палатка, спальный мешок, и хватит на этом. Не, ну на ещё вот этот берутся. Ну ты ходил в походы, на себе ходил, а мы на машине ездим. И ещё этот с собой берётся, как он? Ну вот этот, блин, спортивный коврик, короче. Вот он кладётся, и ты на нём спишь уже в спальном мешке. Но спальный мешок — это ультра-тёплая штука и ультра-мягкая. Ну, мне казалось, да, в ней даже жарко было, я периодически открывался, хотя на улице было нормально, так морозило. Ладно, давай дальше смотреть, а то мы разогнали уже. Ничего. Времени много, надо смотреть сколько, смотри. Дядя, надо срочно сделать ремонт. Я не хочу потерять его след. И сейчас такая вот это, как-то экзибит был, который тачку на прокачку, они такие загоняют, короче, корабль. Потом он такой выкатывается, такой... У них вообще лютые какие-то корабли, блин. Лёд ломали, чё-то... Ну ты, я говорю, я тебе говорю, как вот эти машины, которые прыгают, и корабль такой выходит, такой вот... Да-да-да. И везде телеки, просто везде телеки. Он же любил ставить везде телеки эти. Сзади, спереди. Ковёр в машине. Ковёр в машине, да. Да, если ты смотрел шоу, с тебя лайк обязательно. Абоватарио? Не произноси его имя вслух. Если здесь узнают, что он жив, его будут искать все маги огня, а я не... А можно я вот здесь его за Блюрею скажу, что он говорит Волан-де-Морт? Нет. Чтобы он такой, не произноси его имя вслух. Давай посмотрим. Я хочу смотреть. Хочу, чтобы мне мешали... Асусть да, я не мешаю. Я скажу, что он... Да интересно. Командующий, генерал Айро, великий герой нашего народа. Отставной генерал. Брат и сын хозяина огня, всегда желанный гость. Слышен брат, и что привело вас в мою гавань. Наш корабль ремонтируют. Повреждения серьезные. Да. Вы не помните, что случилось. Дядя, расскажи командующему Джао. Да, хорошо. Это невероятно. Мы что, с кем-то столкнулись? Да. С кораблем царства земли. Неужели? Я с нетерпением жду волнующих подробностей. Хотите выпить? Извините, нам надо идти. Принжу, командующего Джао надо уважить. Для нас это большая честь. У вас есть женьшаневый чай? Это мой любимый чай. Ух ты. Как прикольно. Вот это прикольно. Апа, да. Апа классно. Эй, желудок, потише. Я думаю, где найти пищу. Я, короче... Можно поймать птиц. Я, короче, если не забуду и не поленюсь, я вот здесь вам вставлю где-нибудь вот тут. Кто съел все вяленое мясо. Игрушку, Апа, которого мне было. Я вчера разжигал костер. Извини. Что? Ох, неудивительно, что дым такой приятный. Сошел еду разжигал костер. Мы на месте. Анг, прежде чем идти в храм, давай поговорим о маках воздуха. Давай. Анг. Помнишь, мы смотрели с тобой недавно, типа, познавательный сериал от Apple про динозавров? Угу. И там тоже, как бы, разные динозавры. Были хищники травоядные большие. И вот эти летуны, которые на скале. И видишь, они сейчас летят на пик скалы, где, типа, живут маги воздуха. И, видишь, как символично. Там вот эти, как их, птеродактили, они, чтобы выжить и спастись от хищников, они тоже на всякие высочайшие пики залетали. Там они не птеродактили, они как-то по-другому. Ну, по-другому, да. Но фильм классный, можете посмотреть. Вот, и они залетали наверх. Называется тоже, вот здесь напишешь название. Я сейчас не забуду. Слишком много уже, я так старый уже. И они наверх залетали, чтобы выжить от хищников, соответственно. И здесь, видишь, тоже маги. Я такой, они летят, и я такой думаю, блин, а как они туда забирались? Это же пешком замучаешься. А потом вспомнил, что они летают же. У них же вот эта леталка есть, они потоки воздуху управляют. То есть они тоже жили наверху, для того, чтобы, наверное, не взаимодействовать с магами огня, земли, воды. Это умно. Это умно. Я хочу, чтобы ты был готов к тому, что увидишь. Люди огня безжалостны. Они убили мою маму. Могли убить и твоих друзей. Если магов воздуха никто не видел, это не значит, что их убили люди огня. Может, они спаслись? Я знаю, с этим трудно смириться. Ты не понимаешь, Катара. До храма можно добраться только на летающем зубре. А у магов огня таких зубров нет. Верно, Апа? Вот я думаю, прикинь, магия огня. Вот заняться мечом, они сюда пешком жили тополя. Они жильтать не умеют. А они такие, как скалолазы. Это, конечно, треш. Она такая добрая, что она так... Переживает его чувствовать. Вот он, южный храм воздуха. Красиво. Это поразительно. Мы дома, приятель, мы дома. Мы дома. Мы дома. К концу года столица Царства Земли будет в наших руках. Хозяин огня наконец-то одержит победу в войне. Если отец думает, что весь мир с охотой подчинится ему, то он глуп. Два года на море ничуть не укоротили ваш язык. Итак, как идут ваши поиски аватара? Виноват, простите. Мы его не нашли. А вы на это надеялись? Аватар погиб сто лет назад. Вместе с остальными магами воздуха. Или вы нашли доказательства того, что аватар жив? Нет. Ты похож на Ростомаху. Принц Зуку. Нет, ты вот здесь ошибаешься. Он похож на брата Росомахи, которого звали Сублизубый Цигр. Вроде так его звали. Вот он как раз-таки дал мне такое лицо, тоже квадратное было. Единственный, кто может помешать нам выиграть эту войну. Если у вас осталась хоть капля верности, вы расскажете мне, что узнали. Я ничего не нашел. Наверное, вы правы. Аватар давным-давно погиб. Так и красивый. Я блин, вообще. Татуаж. Команда подтвердила, что он набросил. Захватил аватара, но потом спалил ему. А теперь напомните мне, как именно ваш корабль был поврежден. Давай не души, ну что ты туда разнылся. Не, нормально. Чему что-нибудь противоречит? Нет. Он мне не нравится. Когда же я смогу поесть? Тебе посчастливилось. Это дни вас первососторонних. Кому довелось увидеть храм магов воздуха? А ты думаешь только о еде? Я простой парень, с простыми потребностями. Здесь мы с друзьями играли в аэробол. А вон там спал мой зубр и... Блин, аэробол сядь к вот этим. Раньше здесь было много монахов, лемуров и зубров. А теперь только чахлые кусты. Невероятно, как все изменилось. Так, конечно, что ли, прошло. Этот аэробол, как в него играть? Блин. Вау, класс. Ну ты сейчас, конечно, с ним не справишься, я тебе отвечаю. Нифига. Это же квиддич. Так, а если... А, ну да, это же воздух. Ему развлечение, а мне терпи боль. Я просто подумала, что один стоит напротив скалы, типа, уступа. А другой, ну, с нормальной стороны земли. Я думаю, а если один другого толкнет? Ну, я потом... Да, типа, воздух, что они, наверное, летать умеют. Ну, там вообще... А если бы его поставили с той стороны? Ну, он вообще же там, типа, они... Когда нормальные маги воздуха, они там, капец, какие акробатичные приемы вытворяют. Потом увидишь, вроде, где ты их покажешь. Катаро, посмотри. Лазучек. Надо ему сказать. Анг, иди сюда, посмотри. Хорошо? Он такой беззаботный. Такой же малыш. Что случилось? Она не хочет ему показывать. Это не хочет его расстраивать. Ну, не знаю, потому что вот он, как ты говоришь, беззаботный. Но всё равно он же должен знать реальность. Рано или поздно он узнает. Всё-таки три сезона. А вот его отцову жалко. И вот это, кстати, вообще неприятно. Когда, ладно, снег ещё зашиворот заходит. Тут уже, капец, какая ему, смотри. И на голову, и зашиворот их вперёд. О, в этом ухолда, наверное. Я выучила новый приём. Здорово. Хватит тренироваться. Нам надо осмотреть храм. Зачем ты это сделал? Вот-вот. Ну, тоже верно, конечно. Но это мы, ты понимаешь, мы такие думаем, что неспешно. Она думает, что сможет. Которые здесь были маги огня. Нельзя это скрывать. Ради Анга можно. Если она узнает, что маги огня разорили его дом, то ужасно расстроится. Эй, ребята! Так она не может сказать. Я хочу вас только с кем познакомить. Кто это? Монах Геатсо. Величайший маг воздуха. Он научил меня всему, что я знаю. Но главный секрет в сладкой, липкой начинке. Мой древний рецепт выпечки торта не единственный, что занимает твой ум, Анг. Эти рассказы об Аватаре. Может быть, монахи ошиблись. Их единственная ошибка была в том, что они не дождались твоего шестнадцатилетия. У нас же тоже есть какой-то Далай-Лама-то вот этот. И что? Ну, он же тоже как бы реинкарнирует. Вот как Аватар. Аватар же тоже реинкарнирует, реинкарнирует. Он же тоже бесконечно живет. Нет, я не знаю такой. Первый раз слышу. По Далай-Ламу? Ну, тоже же есть этот, там, типа, в кому они верят. И его тоже каждый раз, там, он проходит какие-то определенные испытания. Его проверяют на знания прошлой жизни. Вот это все. И у нас тоже ему как бы верят, поклоняются, там, что он приведет этот. И так вот жизнь в жизнь. Я реально не знал? Нет, я что-то слышала, но я не знала, что это такое. Ну, если я не ошибаюсь, то его так зовут. Может, я, конечно, путаю, потому что у меня немножко вот эти понятия буддизма, иудаизма, и всякого такого немножко сплетены. Нужны думать о том, что было. Мы должны исходить из того, что есть. Сколько АП? Ну, наверное, каждого по-разному все-таки зовут. Нет, все АП. Ты получишь ответы. Нет, один рыжий АП, другой синий АП. На все вопросы, когда повзрослеешь и войдешь в святилище Храма Воздуха. Там ты встретишься с тем, кто... Ты заметил, что все лысые со стрелочками? Когда ты будешь готов, он явится. Это тоже АВАТАР? Нет. Нет, не может быть два АВАТАРа. Один умирает, другой рождается. Ну, вот ты думаешь, это прошлый АВАТАР, этот новый АВАТАР. Ну, они же оба живы. Ага, вот так это работает. Да, конечно. Конечно, это я к тому, что маги воздуха всегда так со стрелами ходят у них. Ты будешь помогать мне с тортами? Или я помогу? Я, давай, иди, я помогу. Иди, развлекайся. Мари, смотри, как надо. Ты стал еще более метким, мой ученик. Как тебе такой учитель? Прикол. Ты по нему скучаешь? Да. Это когда, ну, не знаю, из любого аниме хочешь делать ловушку преподу, да? Ты такой вот на дверь ставишь ведро с водой, чтобы он когда открыл, на него упало. А этот учитель более хитер. Он открывает, ловит ведро. Ты садишься в этот момент, думаешь, что поймал учитель. На самом деле сам садишься на кнопку, потому что учитель тебя переиграл и положил тебе кнопку. И уничтожил. И уничтожил. Куда ты идешь? Учителями не просто так становятся. Меня ждет. Никто не мог выжить за эти сто лет. Это возможно. Я ведь выжил внутри айсберга. Нормально, ты придумал. Ждущий меня поможет мне разгадать загадку аватара. Может быть, у него заодно найдется кусочек сочного копченого мяса. Братан, это не так работает. Ключ соков умений покорять воздух. Смотри, как он мозг отвела. Крутой замок. Это как будто 3D пошло какое-то. Да, да. Сейчас очки наденем. Там сидит дядька Лене, который шаманкинг. И начинается другой сеттинг. Тын-тын-тын-тын. Сейчас они ее пойдут помогать. 14-летний мальчишка побил тебя и твоих людей. Ты еще более жалок, чем я думал. Я его недооценил, но этого больше не повторится. Нет, конечно. Второго шанса у тебя не будет. Пытож ты, и я пойду. Я два года охотился за аватарами. Не безуспешно. Поимка аватара слишком важна, чтобы доверять ее юнцу. Теперь он мой. Держите его здесь. Чай, кстати, захотелось. 8 чашек чая в день пьет. Нормально все так пил. В моем мире все так пил. Настоящие статуи. И все. Где мясо? Кто эти люди? Я не знаю. А я знаю. Но у меня такое чувство, что они мне знакомы. Ну-ка, 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 этот... М-м-м... Викторина. А? Викторина, угадай, кто они? Кто эти люди? Не знаю. Тоже позже. Ну, эти, которые воздухом управляют. Нет. В смысле, нет, у него стрелка наружка. Ну, да, вообще нет. Все люди, кто это? Какие-нибудь старейшие? Нет. Родители его? Нет. Все люди, да, здесь? Все, да. Все родили его. Ну-ка. По очереди. А ты знаешь, кто это, а? А если не знаешь, слушай дальше. А если знаешь, пиши в комментариях. Ну, типа, не знаю, какие-то мудрецы. Нет. В смысле, нет. Ты сдаешься? Да. Это аватары все. Прошлые перерождения. А, логично. Ну, старейший на аватарах. Ну, это вообще-то разное. А, аватар. Ладно. Давай. Это мак воздуха, а это мак воды. Они стоят по порядку. Воздух, вода, земля и огонь. Это цикл аватара. Верно. А не аватара. Да, типа, так это работает. Сначала в племени воздуха появляется, потом в племени дневной воды, потом в племени земли, потом в племени. А я думала, только воздух. Нет, они вот так, типа, чередуются, потом их ищут, как бы, это в разных поколениях. В племенах, да. Прикол. Все эти люди, твои... А аватар должен соблюдать гармонию в мире. То есть он помогает, чтобы не было воин, чтобы не было ничего такого. Ну, какой-то он, этот, не справился. Правый укол. Я вот думаю, а если бы изначально, изначально... Так это он, получается, да? Кто? Ну, он же, типа, в айду застрял, а началась война. Он виноват. Это он, получается. Да. Ну вот, и... А если бы вот аватаром был бы маг огня, прикинь? А маги огня хотели захватить мир, получается, они бы против друга дрались. Получается, да. Но они не дождались, они не умные. Не дождались своей очереди. Прошлые воплощения. Ух ты! Как их много? Конечно. Смотри, сколько. Прошлые жизни? Катара, неужели ты в это веришь? Это правда. Когда вы сняли, ничего не верят. Это как, знаешь, ему показывают, типа, магию, воздух, воды, да, другие... Он такой, этого не существует. Он такой... В моем мире нет такого. Это все физика. Это воздух дует. Это ветер. Это там рыбка водой побрызгала. Тут землетрясение снега упал. У него это, все крайне просто. Вот это, кстати, очень странно. Ты живешь в магическом мире, но не веришь в магию. Это как так? Человека другого племени. Это как раз огонь, да? Да. Прошлое его, кстати, прождение. Кто это? Это аватар Рокку. Он был аватаром до меня. Ты был магом огня? Неудивительно, что я сначала тебе не доверял. Ничего не написано. Как ты узнала его имя? Не понимаю. Я просто его знаю. Какой же ты все-таки странный. Оба, оба! Это кто? Это кто? Это тот, тот зайчик. Зайчик, да. Мак огня. Тише, мак огня. Ты сам издаешь звуки? Они сейчас, они не боятся. Сейчас по-любому выхоню. Он знает, кто на него напал. Да? Лемур! Обед! Не слушай его! Ты будешь моим питомцем. Нет, если я его поймаю. Блин, недавно видео видел, короче, как в Китае крыс, короче, прям это, в рисе обваливали и потом жарили. Так жестко же это делает. Ну как такое можно есть? Они же все мохнатые. Они даже шкурку не снимают. Они даже шкурку не снимают. Прикинь, прям так жарили. Я такой, типа, у-у-у, у меня так было неприятно смотреть. Конечно. Стой! Вернись! Не в обиду всем людям, которые кушают крыс. Им уж. это этот белка летун типа так тоже было бы круто вот я же по знаку зодиака типа огонь вода воздух вот у меня воздух например ты огонь и было прикольно у нас силы были такие по знаку зодиака это овен нет еще их же они все равно в одном племени всегда живут поэтому они же не могут себе когда я буду в море моя стража проводят вас на ваш корабль и вы сможете отплыть почему боитесь что я могу помешать вам ты помешать мне невозможно вы меня недооцениваете я поймаю аватара раньше вас принцу-ка хватит ты мне не соперник в моем распоряжении сотни военных кораблей а просто так угораю они между собой так ругаются это такое но можно мне еще чаю так нормально так и надо ему вообще пофигу же он не хочет плавать ему где-то все неинтересно не хочет ловить аватар он примешан вот он вроде в племени огня да которая ну грубо будем честны какие-то террористы захватывают весь мир а вы умы ты еще не он просто помешан типа родился в этом в этом племени ты всего лишь принц в изгнании не дома не союзников от тебя отказался даже отец когда я доставлю аватара он примет меня со всеми почестями и восстановит меня в правах на престол если бы отец хотел твоего возвращения ты будешь давно был дома с аватаром или без него но ты в его глазах позор и бесчестье народа это что это вызов на поединок в огне кай на закате тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан ты увидит как я тебя унижу зато увидит твой дядя ну Ну, он такой... Он же, наверное, сильный, он взрослый, он уже сильнее. Так, делаем ваши ставки, ребят, ребят. Делаем ставки один к двум. Кто так? Сего ты это решил, что, типа, он старше, и он сильнее? Вот Анка, ему, типа, 12, он вообще сильнее уже. Ну, не знаю, он просто такой уверенный в себе, и, типа... Он, на самом деле, тоже силённый, он, типа, ну, не буду спойлерить, но он потом тоже станет ещё сильнее, чем этот, и чем многие вообще, в принципе, и хотя он будет, вот, ну, типа... Не буду спойлерить, но скажу. Да. И он здесь, как бы... этот... Ну, там, полгода, грубо говоря, пройдёт, там, за эти три сезона, наверное. Вот. Но, потому что он научится этому всему. То есть, тут возраст, мне кажется, не имеет роли. Главное, как ты к тренировкам подходишь, как часто ты практикуешь вот это всё. Прошлый раз на дуэли с мастером. И я ничего не забываю. Эй, вернись! Вы садили, муж! Этот голубый мальчик больше не будет тебя позвонить. Голубый мальчик. Так Терри назовётся, походу, голубый мальчик. Ого! Блин, нет, он увидел. Он сражался, как лев. Эй, Анг, ты нашёл мой обед? Анг, я не собирался есть лемура. Правда? Ой-ой-ой. Идём, Анг, всё будет хорошо. Пойдём отсюда. Когда, короче, у него вот так он происходит, он в состоянии аватара входит. Типа, он умеет контролировать все стихии. То есть, ты, наверное, не заметил это случайно, но в прошлой серии, когда он начал водой управлять жёстко, типа, вот это всё фигачить, он же не умеет, он только воздухом умеет, он другие стихии не освоил. И только в состоянии аватара он может управлять, типа, всеми стихиями. Имба. Имба, да. Но он не понимает, что он делает. Типа, у него заклинивает психику, и он такой, типа, а, потом просыпается, а что случилось? Вот видишь, он сейчас тоже расстроился, что его учителя убили, и он такой, типа, блин, и вот в паничку ставил. Удивительно. Кстати, здесь столько аватаров, то есть сколько веков, да, сколько столетий, по сути, прошло, состояние этого мира, а они, типа, нормальные, там, телефоны не придумали, еще какие-нибудь гаджеты, электронику. Я, конечно, понимаю, когда есть, типа, способности огня, воды и воздуха, но не сильно, да, вся эта история нужна, но, мне кажется, всё равно... Ну, там же другое время всё. Наука должна развиваться активно. Это признак, что аватар вернулся с пушки. Пожди, извести хозяин огня. Немедленно аватар вернулся. Так, стоять. Если он управлял водой в той серии, значит, он впадал вот в такую же штуку. Да. Но почему сейчас у всех сработало, что аватар вернулся? Потому что он именно в этом месте находится? Наверное, да. Потому что... Потому что в той серии что-то не было. Потому что он здесь, типа, наверное, в этом магическом месте, где вот эти статуи стоят, это священный какой-то дворец, наверное, как-то так. Что случилось? Он узнал, что маги огня убили Гиацо. Нет, это его дух аватара. Аанг его пробудим. Я попробую его успокоить. Скорее, пока он не сдул нас с горы. Это, знаешь, это вот так вот надо обнять, и он успокаивается. Опять он, или вот это уже, конечно. Полетел. Сейчас бить его будет. Помни, основа магии. Аня принцико. Они твоё величайшее оружие. Я не дам ему победить. Вовникает, короче, какая-то битва чести у них. Кто проигрывает, тот, типа, дурачок. Джага, 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 там вот это есть. Ха. Уже выдох, все смотри. Ты понимаешь, огонь, что они с ногами вместе. Огонь берется от дыхания. Нужно правильно дышать. Ты зачем дыхание себе сбиваешь? Он пяткой дышит. Неправильно. Он вишну. Неправильно дышит. Основываю его. Дыхание. Эф. Я с ними. У нас он декает на троих. А где всплеск огня? Чупонь. Странный созвучек огня, конечно. Ты думал, типа, сейчас победил. Чупонь. Давай, давай, давай. Красиво. Ну, делай, делай его. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Эй, все хорошее. Зука, конечно, тот еще говнюк. Но. Азабрес. Какой лет, интересно? Твой отец вырастил. Честно, 14, держи. Еще раз станешь, что я на пути обещаю. Я не сдержусь. Сейчас смотри в спину, смотри, смотри, смотри. Всегда такие говляки, вот эти вот, да, обезьянесты. Всегда бьют в спину, смотри. Обезьянесты. Вот так вот, а, дядька-то на чей стороне упал опять. Нет, принцука, не порти свою победу. Правильно. Ты огнякаешь, как великий командующий Джао увидел. Так, кто ставки проиграл, деньги, пожалуйста, на бал. От себя в обороне. Стыд и позор. Даже в изгнании у моего племянника больше чести, чем у тебя. Еще раз спасибо. Меня зовут Леонардо. Прекрасный чай. А меня учитель спинтер. Ты это серьезно, дядя? Конечно. Я же говорил, женьшеньевый чай мой любимый. Блин, сейчас бы, конечно, я бы от женьшеньевый чай не отказался. Ан, я понимаю, ты расстроен. Я знаю, как трудно терять людей, которых любишь. Я пережила это, когда решилась мамой. Монаха Геатсу и других магов воздуха уже нет. Но у тебя есть семья. Соку и я. Теперь мы твоя семья. Мы с Катарой не дадим тебя в обиду. Обещаю. Простите. Ничего. А он все-таки помнит, что происходит. Ты была права. Если маги огня нашли этот храм, то они нашли другие. Я последний маг воздуха. Так, а они могут между племенами? Мы все собрали. Ты готов? Как руку мне помогать, если я не могу говорить? Ты что-нибудь придумаешь? В принципе, наверное, да. Как силы тогда будут распределяться? Ну, тут, короче, по повезению. Вот типа огонь плюс вода. У них может появиться у ребенка либо вода, либо огонь. То есть, ну, как в ДНК, когда... Что-то сильнее. Что-то сильнее, да. Ну, или чему-то больше повезло. То есть здесь как бы такая же логика. Но две силы вроде не может никто иметь. Только аватар может все четыре управления. Какая милота ты. Я вообще не помню, это так мило. Вот все, что осталось от этого места. Мы должны быть вместе. Катара, Сокар, поприветствуйте нового члена семьи. Как ты его назовешь? Мама. Момо. Не Момо, а Момо. Момо. Момо, это страшно, такая женщина. Женщина страшная, Момо. Да, да, да. Один в один. Я просто театральный парень. Блин, класс, мне понравилось. Крутая сильная. Что, сейчас прямо на ютуб, да? Да. Ой, ну на бусте. На ютуб, на бусте. А еще надо наложить успеть. Какие-то приколы там. Что сделаем? Блин, ну вообще, познавательная сфера. Ты вообще много чего узнала. Да, много чего узнала. И нового друга об религии. Сейчас, пока мы все это монтируем, пока она загружается, у нас с тобой будет огнякай. Катук, че? Огнякай. Битва чести. Сейчас, битва чести. Ладно. Делай давай. Че делать, все, давай. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на ютуб, на бусте. Залетай в телеграм, у нас там расписание, общение, новости. Анонсы. Анонсы, да, если ты это пропускаешь обязательно. Обязательно поддержи нас и наш канал. Ставь лайки, комментируй, ставь колокольчик. И увидимся с тобой в следующих сериях.